Итоги 2015 года в городском поселении Одинцово подводили с по-хорошему деловым настроем. Конечно, сохраняется ряд проблем, есть и задачи, еще ждущие своего решения. Но и сделано в 2015 году немало. 15-й год, наверное, был переломным, потому что мы видим, многое улучшается в городе, и в районе, и в городе. Началась работа по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан. Подвижки очень большие, и они видны. Я изнутри культурного пласта, музейно-краеведческого, я вижу такие значительные подвижки. Они могут быть не видны какому-то первому взору, но я вижу их основательность. И на этом основании, на этом фундаменте мы дальше долгие годы будем строить такую культуру, какую в Московской области не видал еще. Наш земляк, знаменитый лыжник Алексей Легков, порадовался, что на лыжероллерную трассу вернулся текеретрак, но посетовал, что из парка имени Ларисы Лазутиной постепенно уходят лыжники-профессионалы. У меня комплекс в городе Пересведь Московской области. Я могу сравнивать, анализировать, но и хочется, конечно, сказать то, что все же в Одинцово все здорово развивается для спорта, для массовости, но тем не менее все равно все же больше хотелось, чтобы уделяли профессиональному. В 2015 году в городском поселении Одинцово сохранили социальный вектор развития, добавив к государственным гарантиям программу мер социальной поддержки населения за счет средств городского бюджета. Эта поддержка осуществляется в виде льгот, компенсаций и иных выплат. Программа включает в себя 18 направлений социальной поддержки населения различных категорий граждан. Так, в 2015 году местные социальные выплаты в виде скидок только по оплате жилищно-коммунальных услуг составили более 60 миллионов рублей. В 2015 году проведен капитальный ремонт 98 лифтов и 28 кровель. При финансовой поддержке города отремонтировано 39 домов. Шли активные дорожно-строительные работы, благоустройство городской территории, установка энергосберегающих светильников, решались задачи создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В 2015 году продолжена работа по устройству дорожно-тропиночной сети в городском поселении. Основной удар пал и был сделан на ремонт и восстановление уже существующих проездов, тротуаров и дорожек по заявкам председателей советов домов и уполномоченных главы. В течение строительного периода отремонтировали более 11 тысяч квадратных метров перечисленных пешеходных зон. Также в 2015 году большое внимание было уделено развитию культуры и спорта, повышению безопасности, развитию парковочной сети и социальной инфраструктуры. Одобрение, с которым большая часть населения относится к работе городской администрации, позволяет с оптимизмом смотреть и на год наступивший. Реализация планов 2016 в поселении уже началась. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.